Я всех приветствую на нашем очередном разборе слова. Мы продолжаем проходить послание Галатам. Сегодня у нас на очереди 3 глава с 11 по 14 стих. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что правильный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано Проклят всяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Мы помним, что по прошлому разу Павел переходит к рассуждениям, к теологическим, таким богословским рассуждениям. И в принципе многое, что он сказал в прошлом нашем отрывке, согласуется с посланием к римлянам. Ну и сегодня он продолжает эти рассуждения. И 11 стих, давайте по стихову пройдем. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что правильный верою жив будет. Дело в том, что здесь Павел цитирует пророка Аввакума. Это не просто его утверждение вот это, что правильный верою жив будет. Он ссылается на пророчество Ветхого Завета, пророчество Аввакума. Поэтому он здесь так уверен и говорит, это ясно, это очевидно. Потому что если размышлять логически, рассуждать логически, если думать, вникать в то, что говорилось в Ветхом Завете, то просматривается уже там принцип благодати, принцип оправдания верою. В писаниях Давида, в жизни Авраама, в пророчествах Аввакума и других пророков просматривается вот этот принцип оправдания не по делам закона, а по вере, по отношениям фактически. И здесь важно понимать, что вера, которую имеет в виду Павел, она должна быть такой, как мы говорили в прошлый раз. То есть это должна быть вера Авраама. То есть не просто знание того, что где-то есть Бог, а следование за Господом и поиск Его водительства, поиск Его руководства, поиск Его направления по жизни. Вот такая вера оправдывает, вот такая вера вменяется в праведность, а не просто знание того, что есть Бог. Поэтому вот такой верой оправдывается человек, и такой верой жив праведный. Именно этот вид веры дает жизнь праведному. Двенадцатый стих. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Ну, то есть, утверждается тот факт, что, в принципе, человек может формально оправдаться законом. Другое дело, что никто его не может исполнить. Это нам тоже с вами понятно. Но, в общем-то, Бог оставляет лазейку или возможность. Если кто-то ухитрится, если кто-то вдруг как-то умудрится, а это никто не смог сделать, кроме Иисуса Христа, то такой человек мог бы спастись, конечно, из закона. Поэтому Бог справедлив, и Он не просто лишает человека выбора. Он дает выбор, но этот выбор может ни к чему не привести, если сделать его неправильным. Тринадцатый стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано «проклятсяк, висящий на древе». Но об этом мы уже отчасти говорили в прошлый раз, что слово «русская клятва», здесь, которое мы видим, имеет смысл проклятия. Не просто божиться, клясться чем-то, а именно смысл домоклого меча, который нависает над всяким человеком, который вне Христа. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой». Ну и «проклятсяк, висящий на древе» – это тоже ветхозаветное пророчество, которое исполнилось в Иисусе Христе. 14 стих. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Смотрите, благословение Авраамова – это не богатство, как многие себе порой представляют. Я помню, в ранние 90-е годы харизматические проповедники очень любили вот эту тему, муссировать благословение Авраамова. И они постоянно перечисляли по полчаса, как был богат Авраам, сколько у него было стад, овец крупного рогатого скота, мелкого и так далее, слуг, служанок. В общем, они смаковали эту тему. А оказывается, благословение Авраамова не в этом. Оно в получении и удерживании, или, скажем так, содержании в себе Святого Духа. Вот то, к чему, в принципе, Авраам стремился и что он желал бы получить. Где-то Иисус сказал, по-моему, в Евангелиях, что Авраам желал видеть день мой и увидел, и возрадовался. Именно это состояние было тем невыразимым, может быть, не до конца осознанным, непонятным ему самому желанием его сердца. Авраам хотел бы этого. Но получили это мы, которые идут по его следам. И здесь опять же просматривается вот этот принцип. Если наша вера – это поиск, это желание быть войдимым Духом Святым, это желание пребывать в совершенной воле Божьей, поиск этой воли Божьей, тогда да, тогда вот это благословение в виде присутствия Духа Святого, оно на нас потенциально почивает и возрастает. Если же мы формально относимся к Господу, то есть не ищем Его воли, не ищем Его руководства, не пытаемся узнать, что Он для нас предусмотрел и что Он хочет вообще от нас по жизни, то тогда Дух Святой не сильно-то и почивает на нас с вами. А если хочет почивать, Он-то хочет, Он желает, но Ему с нами неспокойно. Он желает на нас покоиться, почивать. Почивать – это значит испытывать довольство, испытывать комфорт. Вот Он хотел бы, чтобы Ему с нами было комфортно. А мы своим формальным отношением и равнодушным порой отношением, мы лишаем Его такой возможности, мы Его огорчаем в лучшем случае, а в худшем случае мы Его оскорбляем. Угашаем, да, это еще так полбеды, хотя, ну, угашать Духа Святого – это тоже не очень-то хороший вариант, но оскорблять – это еще хуже. Вот, поэтому, говоря о благословении Авраама, мы должны понять, что речь идет о Духе Святом, не о богатстве физическом, не о земных там каких-то благах, привилегиях и так далее. И вот Павел, он пытается своих слушателей на это сориентировать и показать им преимущество в том, чтобы исполняться Духом Святым и иметь общение, отношение с Духом Святым. Не знаю, почему галаты, они уклонились в какие-то другие вещи. Вот это иудейство, да, вот это законничество, оно почему-то так завлекательно, так привлекательно было в их глазах, да, так притягательно, что померкло вот это вот общение Духа Святого, перестало быть вожделенным, желанным, перестало быть предметом желания, предметом поиска. То есть гораздо легче было там поставить свечку, печку, да, там какой-то обряд совершить и успокоиться на этом, да. То есть плоть, она идет своим путем. Она всегда выбирает вот этот путь наименьшего сопротивления, лишь бы ее не напрягали, лишь бы ее там не лишали комфорта. На тебе, Боже, вот что надо, а я хочу жить своей жизнью. Так не пойдет, дорогие друзья. Это не та жизнь, к которой призвал нас Господь. Ну и галаты, ожесточившись вот этим своим ложным представлением, они потеряли, я думаю, даже так, забыли, вот будет правильно сказать, забыли, каково им было с Духом Святым. Увы, но человек так устроен, что он просто забывает, понимаете. Люди, которые отступали от веры, многие из них, да, вот с кем, но мне довелось встречаться, как-то пересекаться, они просто теряют это из памяти, да. То есть это выпадает из их вот этого внутреннего опыта. Это перестает быть чем-то живым, да, вот в воспоминаниях даже. То есть люди просто элементарно забывают, каково это быть с Духом Святым, каково это иметь исполнение им, да, быть Вадимом им, иметь прикосновение его в своей жизни, в своем сердце. Люди просто это забывают. И кажется парадоксальным, кажется удивительным такое положение вещей, но это именно то, что здесь переживают галаты. Потому что вот это законничество, уклонение в иудаизм, да, в иудействование, оно их, ну, фактически лишило памяти о тех блаженных минутах, часах, да, о том блаженном времени, их юности, да, фактически, их первой любви, которую они имели. И, увы, вот такое уклонение, оно обладает подобной силой. Человек просто напрочь решается этого. И потом, когда по благословению, да, по милости Божьей человек возвращается, он сам себе удивляется. Как так я мог это забыть? Оно же было прекрасно, оно же было чудесно, вот это общение мое с Духом Святым. Как я мог это забыть? Как я мог это променять на что-то другое? Но, тем не менее, это так. И вот Павел, я вижу, как планомерно, начиная с первых стихов третьей главы, он говорит им о Духе Святом, об исполнении Духом Святым, о том, как они получили, вспомните, как вы получили, да, вспомните, как он вам его подавал, Духа Святого. И здесь тоже, в нашем сегодняшнем отрывке, он опять же возвращается к этой теме. И пытается противопоставить вот этой сладости закона, да, какой-то непонятной сладости, да, вот этой привлекательности закона, привлекательность Святого Духа, его славу, да, его сладость, его вот это блаженство, да, или упоение Духом Святым. Это очень видно здесь и очень понятно. То есть, не исполняйтесь вином, да, как где-то написано в послании Кефесяна, по-моему, но исполняйтесь Духом. Противопоставляется одна сладость или одно наслаждение, одно удовольствие, да, если хотите, другому удовольствию. Поэтому Павел, он прибегает, да, Дух Святой через Павла прибегает к такой мотивации и к такому стимулированию здравого смысла. Да поможет нам Господь не терять присутствие Духа, не терять это общение с Духом Святым и ценить это превыше всего, потому что любое уклонение от этого неминуемо нас с вами лишает просто опыта, нашего опыта, нашей памяти и этим-то все вот такое уклонение и опасно. Ладно, если бы это просто в голове происходило, человек просто теряет это из своей памяти. Поэтому да поможет нам Господь не терять присутствие Духа Святого в нашей жизни, бодрствовать и сохранять это присутствие Духа. Это не так легко, особенно когда мы суетимся, да, в повседневной жизни. Вот, но тем не менее это возможно и Господь нам в этом хочет помочь. До новых встреч, до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok